Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос касается того, что с мужем автор три года и за последний год заметила, что у него явный интерес к другим женщинам. Автор вопроса пишет, что не боится расстаться, не боится того, что выберут не её, а больше всего боится того, что энергия мужа будет направляться не только на неё. И боится, что проживёт какое-то время с мужем, а потом выяснится, что он в это время уделял внимание другой женщине, чего она не хочет. Разговоры с мужем её не успокаивают, вот, и она по этому поводу тревожится. Говорит о том, что не хочет жить в тревоге, и, в общем-то, описывает примеры того, как муж флиртует, описывает примеры разговоров с мужем, вот, но всё равно ему не верит. То он говорит, что не будет с ней общаться, будет общаться с другими женщинами, вот. Также говорит о том, что не хочет ему запрещать, потому что вопрос это его личная ответственность, а для него, как она понимает, это нормально. Также она говорит о том, что в предыдущем браке, как бы, супруга, бывшая супруга, мужа, также дошла до паранойи, а он так и не понимал, чего она напрягается. Вот. И вопрос, который задаёт автор, он звучит так, что мы думаем по поводу её истории. Вот. Вопрос, на мой взгляд, не совсем корректный. Вот. Потому что не так важно, что мы думаем по поводу этой ситуации, сколько важно, какую проблему вы хотите решить. Я бы сказал, что по вашему тексту очевидно, что человек вы такой достаточно рациональный, человек вы такой, который вот уделяет много внимания логике и, соответственно, как бы здесь всё упирается в природу вашего беспокойства. То есть, по большому счёту, если вас не устраивает то, что для вашего мужа флирт с другими женщинами является нормальным, вот, то это нормально, то есть вас не устраивает. Вот. Вот. Но тогда, на мой взгляд, крайне желательно, ну вот, я бы сказал так, крайне желательно признать, что вы не можете, не можете или не хотите это, в принципе. Ну, не так важно, да. Ну вот, принять своего мужа таким, какой он есть. То есть, вы не принимаете его, вот, отношения к, ну, к женщинам, к флирту и так далее. Вот. На всякий случай скажу, что вы имеете на это полное право, на всякий случай скажу, что вы имеете полное право не принимать, но это уже, как мне кажется, вопрос вашей личной ответственности. То есть, ваша приводка связана, на мой взгляд, здесь именно с тем, что вы, с одной стороны, вот, поведение, ну, поведение, как бы, своего мужа, да, не принимаете, с одной стороны. Вот. А с другой стороны, вы, как бы, пытаетесь его, вот, ну, понять, вы пытаетесь выяснить, зачем он это делает и, как бы, судите его по себе. Вот. То есть, что, значит, вы судите его по себе, ну, вы говорите, что, вот, есть друзья, значит, там, грубо говоря, с друзьями, как бы, делай, вот, всё, что хочешь, там, сколько угодно и так далее. Вот. Вот. А вы говорите о том, что для меня важно, чтобы мужчина общался, там, с другими женщинами, там, без улыбочек и так далее. Вот. Вы хотите надёжность. И, с точки зрения психологии, вот это вот, ну, стремление ваше к надёжности выдаёт неуверенность в себе. Хоть вы и говорите, что вы красивая, умная, вот. Вот. Но, тем не менее, то, что вы реагируете на флирт так, с точки зрения психологии свидетельствует о том, что в себе вы неуверенны, что у вас есть вот это вот, некоторое непринятие, непринятие себя. С другой стороны, может быть и то, что вы описываете, вполне следствием так называемого проявления, проявления ваших, ну, ценностей. То есть, вот, то, что вы описываете, может быть следствием ваших ценностей. То есть, вот, ну, у вас вот такая цена. У вас вот такие ценности, да, что вот вы считаете, что мужчина, вот, не должен общаться, там, с девушками, там, с литоватами и так далее. И, на мой взгляд, то, что, ну, вот, то, что реально можем сделать мы, как мне кажется, это, честно вас спросить. Так это, это ваши ценности, за которые вы готовы отвечать, готовы нести ответственность и готовы не принять, там, гипотетически своего, ну, своего, своего мужа, да? Вот, или это все-таки следствие, как бы, ваших, вот, именно, каких-то страхов, следствие все-таки вашей неуверенности в себе. Вот, с точки зрения психологии, конечно, второе, с точки зрения психологии, конечно, второй вариант, он более, ну, более реален. Вот, но немало случаев, когда люди не соглашаются с тем, что, как бы, проблема в них, да, и, в общем-то, говорят о том, что нет, это вот, ну, позиция, вот, моего мужа, она вот такая. Вот, причем, 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 обратите внимание на то, что вы говорите, что это было всегда, просто вы этого не замечали, вас это не беспокоило, а сейчас вы почему-то начали это замечать. И вот тут тоже, как мне кажется, довольно интересный момент, а что произошло, что вы начали это замечать, ну, вот. Еще не менее важным, как мне кажется, аспектом является то, что вы как будто бы над целями именно на надежность и продолжительность отношений, вот, больше, чем на самого человека. У меня возникло такое ощущение, что не столько вам важна, вот, личность вашего мужа, не столько она вам интересна, да, не столько она вас, вот, как-то, ну, в данном случае интересует и привлекает, А вот именно столько вас, вот, беспокоит то, чтобы он, вот, прожил с вами и не предал кому-то, не предавал кому-то свою энергию. Вот, то есть непосредственно на своего мужа вы не нацелены, а нацелены больше на, вот, то, чтобы он с вами, только с вами оставался. Это тоже проявление неуверенности в себе. Дальше, значит, теперь вот детали, да, значит, вы говорите, что он рассказал мне по давлению, то есть вы на него давите. Вот, давление, это как раз-таки тревога, способ обрести определенность, вот, то есть не полагается вы в этом смысле на себя, вот. Вот, вы пишете, скорее всего, эти моменты были раньше, просто тогда я не обращал на это внимания, вряд ли эти вещи появились ниоткуда. Это правда, эти вещи не появились ниоткуда. И лучший способ посмотреть на эти вещи, это узнать вашего мужа с другой стороны. То есть, ну, идеальный вариант, это совместная консультация, конечно, ваша мужа. Теперь я переживаю чистую тревогу, которым не мешает полноценную жизнь. Ну, вот, что говорит о том, что вы уделяете этому внимания достаточно много, то есть для вас это важно. Вот, то есть здесь сейчас ваш муж с вами, ну, вот, ну, вы боитесь, что в будущем он там что-то сделает. Вот, это говорит о том, что вот как раз ваша жизнь вам, ну, вот, не сказать, чтобы в этом смысле была особо интересна. То есть вы пытаетесь себя как бы защитить здесь. Вот, мне важно, чтобы мужчина общался с женщинами, только по делу. Почему? Почему? Чтобы не было угрозы, а в чем угрозы? Вот, дальше вы пишите, есть друзья мужского пола, вот с ними общаться. Ну, здесь как раз таки вы занимаете родительскую позицию, потому что вы не можете указывать мужчине, что ему делать. Я уверен, что от меня мой муж не уйдет, другую женщину будет со мной, думаю, это очень низкая вероятность, что он будет инициатором разрыва наших отношений. Здесь тоже демонстрируется, как мне кажется, страх, попытка себя успокоить. Вот, когда заводили разговоры об этом, я говорю, что все устраивает в отношениях, как со мной, все хорошо. С одной стороны, я вам верю, с другой стороны, ваш муж может быть просто такими, действительно не придает этому значения, а для этих все равно, как бы, эти разговоры, они имеют подоплеку, ну, тревоги. Вот, я сам ощущаю, что жизнь со мной ему подходит, нравится, он любит меня, меня в спутнице не собирается, не боюсь расставания. Мой страх связан с тем, что муж будет со мной рядом, но будет иметь регулярное общение с другими женщинами. Какой-то, какой степени, если это может войти, у них неизвестно. Вот, знаете, да, то есть вы здесь по факту отказываетесь от присутствия, ну, вот, от присутствия, да, в отношениях со своим мужем, и думаете исключительно о том, что может произойти. Вот. Почему вас эти мысли волнуют? Потому что так вы не будете чувствовать себя ценным. И, знаете, в чем заключается такой вот основной момент? Он заключается, на мой взгляд, в том, что если бы эта позиция была бы продиктована, как бы, вашей ценностной организации, то есть, ну, если бы это было вот как раз проявлением, так скажем, вашего ценностного аппарата, то вы бы, на мой взгляд, уже давно бы сказали мужу, что я не верю в то, что ты изменишься. Я не верю в то, что ты не будешь общаться там с другими женщинами и с ними флиртовать. Вот. И поскольку для меня это неприемлемо, мы с тобой расстаемся. Или вы сразу обратили бы на это внимание. В начале. Как только это произошло. Понимаете, да, понимаете, да? А тут, ну, вот в этой ситуации, вы на это обратили внимание только спустя какое-то время. И вот это больше всего, наверное, говорит о том, что себе как-то вот вы можете быть неуверенны и можете вы, ну, чего-то опасаться, да? Можете вы чего-то бояться и можете вы, так скажем, стараться решить какую-то свою проблему здесь. Вот. Понимаете, да? То есть, как бы, вот эти нюансы все, вот эти все моменты, они наводят на вот такие размышления, размышления. Вот. При этом я почти уверен, что моя позиция будет у вас встречать сопротивление. Дальше, значит, я об этом просто не могу, так, будет иметь регулярное постановщение, до какой степени все это может зайти в них, неизвестно. Я об этом просто не могу, могу не узнать, причем длительный срок. А такое знание может прийти в любой самый неожиданной момент. То есть, это постоянная угроза. Вот. Понимаете, это постоянная угроза и это ваша привога. Вот. Ну, наверное, есть некий такой, знаете, важный момент в том, что, опять же, казалось бы, уделяя такое большое внимание тому, чтобы мужчина, вот, ну, как бы, общался только с вами, да? Вот. Вы выбираете себе мужа, замечаете в первые, ну, в первые, вот, годы, того, что он флиртует, получается, с другими женщинами, вот. И вас не останавливает то, что его предыдущая женщина параноила на тему того, что он там с кем-то флиртует. Вот. Ну, это довольно, на мой взгляд, такой момент деликатный, я бы сказал. То есть, если все, что вы описываете, вам важно, то мне кажется, что в таком случае никогда бы вы с человеком подобным вашему мужу в общение и в отношения бы не вступили. Так, мне это видится. Ну, по факту, получается, что вступили и, соответственно, вас он чем-то привлек. Дальше. То есть, мне стратно прожить 10-20 лет, и вот, значит, зная в стену, у него присутствовала дракоженщина и родная женщина, которая для вас внимания присутствовала. Присутствовала интереса, они постоянно общались. Все всегда направляются энергией и время. Это было намеренно открыто от меня. Мне это причинит душевную боль. А из-за чего? Вот давайте как-то вот попробуем это раскрыть. Из-за чего? Что в этом для вас такого больного, болезненного? Вот. Я это спрашиваю не с целью как-то обесценить то, что вам важно, но с целью, пожалуй, что разобраться. То есть вам нужно увидеть, что вам причиняет боль. Вот. И опять же, вопрос остаётся. То есть, во-первых, почему вы думаете, что-то обязательно произойдёт, да? Если вам муж даёт повод, ну, вот, так думать, например, да, ну, своими действиями там и так далее, вот, то как же так получилось, что вы его выбрали? Вот. И как так получилось, что вы этого не замечали, а замечать себя стали только в последнее время. Вот. Значит, вероятно, вероятнее всего, запустился какой-то механизм у вас. Вот. Что это за механизм сказать сейчас? Довольно сложно, я бы сказал, что это сделать, ну, без общения с вами, пожалуй, нельзя, но тем не менее. Тем не менее. Дальше. Я не хочу испытывать боль. Ну, здесь вот с точки зрения психологии я должен сказать такую, наверное, не самую популярную вещь, но боль, если от неё не убегать, если её вот прошивать, например, как правило, помогает нам расти, расти как личностное. Вот. Конечно, это далеко не всегда, ну, какая-то приятная история, безусловно. Вот. Но, тем не менее. То есть, мне кажется, что вы боитесь боли по той причине, что вы привыкли воспринимать себя в рамках, вот, ну, в рамках определённых, так скажем, концепций. В рамках определённых, ну, представлений о себе, вот. Вот. А боль, боль, она как бы демонстрирует то, что эти концепции, ну, вот, вполне может случиться так, что не работают. Вот. Понимаете, да? Какая здесь важная вещь, вот. То есть, вы боитесь боли, потому что вам страшно, судя по всему, расти, вам страшно, судя по всему, развиваться. Вот. К сожалению, опять же. Дальше. Я сейчас могу поверить ему, что он больше не будет этим заниматься, что это, а потом, окажется, это обман. Это недоверие, ну, недоверие, в первую очередь, вы не доверяете себе, своим чувствам. То есть, знаете, как бы, здесь про что? Когда мы хотим быть человеком, мы хотим быть человеком. Когда нам интересен человек, нам интересен человек. И всё. У вас же здесь не просто интерес к человеку, а интерес, чтобы он был только с вами. Вот. Это страх быть брошенным. Да, вы его рационализировали, вы его, как бы, говорите, что я не боюсь, что он растянет, не боюсь расставания, но, по сути, по сути, страх быть брошенным, страх быть преданным здесь. То есть, это предательство. Вот. И, получается, то что? Что вам из такой концепции нужно бы выбирать человека домашнего, семейного, такого, да? А вы выбираете себе другого человека. То есть, вы себя сами саботируете. И, скорее всего, это связано с тем, что у вас может быть такой жизненный сценарий. То есть, если я обостренном предательстве, предай меня. И выбирая человека, который потенциально может вас предать, начиная строить с ним отношения, вы получаете возможность уличать его в этом самом предательстве. Ну, или тревожество об этом самом предательстве. Вот. Понимаете, да? И самое главное, я повторюсь, что ваш интерес нацелен в этом смысле не на самого человека, а на то, что он с вами был всё время. Дальше. Я говорил о своих переживаниях о тревоге. На самом деле, он отвечал, что не будет общаться. Вот, как бы, это не нравится. Я ему запрещаю. Это воспринимаю... Ну, я это воспринимаю так, что, когда кто-то запрещает, это внешний источник. Это контроль. Которым я не хочу заниматься. Ну, вы уже занимаетесь, потому что себе не доверяете. Вот. Значит, следите за ним. Я ему не мама, не воспитательный, не начальник. Ну, вы уже ведете себя как мама. Когда говорите, вот тебе, друзья, мой школа полз. Вот, не надо общаться. Вот. Так что... Меня интересует его личная ответственность. Вот, если я чувствую себя с любимым учеником и кто другого меня интересует, это мое внутреннее ощущение и решение не вне. Причем здесь вы. У всех людей разное ощущение. Оно непредвоздействие на кого-то или чего-то. Да, но так только у вас. Тут, получается, я нацазываю человеку понимание, что это непременное отношение со мной. Если это будет, то мы не будем вместе. Это правда. Только... Это логика и... Хоть логика и вы это не принимаете, но все равно действуете вы так. Это же можно решить способом, чтобы я не знал об этом. Это меня волнует. Интересно почему. Изговор с мучебных системы облегчения не приносит. Правильно, правильно. То есть проблема у вас. Страх внутри вас. Надо клещами вытаскивать что-либо. Сам он молчит. То есть я слышу, меня тоже не удовлетворят. Это нормально. Например, на вопрос, для чего я общался тогда несколько месяцев, каждый день свою женщину отвечает там, если видел в этом ничего такого. Я спрашиваю, ну тебе это зачем мне? Как бы... Я лично не занимаюсь ничем только по причине того, что в этом ничего такого. Я лично не занимаюсь ничем только по причине того, что в этом ничего такого. Опять же, вы сравниваете с собой и судите почему-то по себе. Это худший способ понять другого человека. Мне не есть мне занятия чисто просто так без цели. А вот это очень важный момент. То, что вы не готовы что-либо делать просто так, говорит о том, что вы себя не слышите и не находитесь в контакте со своими чувствами. Вот. Если вы делаете что-то только с целью, то это и есть контроль. Лично мне кажется, что моему мужу есть потребность в общении с другими женщинами. Возможно. Как это связано с тем, что он вас любит или не любит? Так же неуязнно периодически присутствует существующая манера общения с противоположным полом. Ну, да, такой человек. Эта потребность в общении не связана конкретно с мной. Например, что я какая-то не такая, просто ему необходима для чего-то. Да, возможно. Но обратите внимание, что здесь вы говорите про него, а не про себя, про свою тревогу. Мне известно, что в его предыдущем браке была такая же тема. Там женщина за 14 лет совместной жизни дошла до правильного и не понимала, чего она так напрягается. Поскольку мне непонятно в больших это явление, чем человек видим, то есть на чем это настроено, что человек от этого хочет получить и за чем, это вызывает меня еще больше беспокойство. Потому что вы не можете полагаться на себя. Вам недостаточно своих чувств к человеку. Вам нужно, чтобы он вас убедился. Понимаете? Вот тут вот ваш конфликт, тут ваш конфликт и выплывает наружу. Дальше. И если бы я это поняла, думаю, моя тревога была бы снизена. Вряд ли. В данных условиях, в которых я нахожусь, очевидно, что совсем у меня не пройдет беспокойство сами собой. Хотя бы даже по причине того, что человек так вел себя раньше, почему он так не может со мной. Да, но интересно, что вы задумались об этом только сейчас, только сейчас. Вот. О том, что у него что-то изменилось в данном опросе, мне неизвестно, поскольку он молчит. Опять. Вы пытаетесь оперяться на другого. У меня личное впечатление, что человек хочет засидеть на двух стульях с расчетом на то, что я неизнавидящий следует его коммуникация, как первая жена. Четыре следующей тревоги я точно собираюсь. Да, вместе с мужем обратитесь на консультацию, я думаю, что можно будет помочь. Я себе в таком состоянии не нравлюсь. А это уже для индивидуальной терапии запрос. Я хочу решить вопрос о успокойстве, как можно скорее мне допортить настроение и здоровье. Уважаемые специалисты, что вы думаете по поводу такой моей истории? Ну, в первую очередь хочется сказать, что то, что вы хотите решить вопрос своего спокойствия, никак не связан на самом деле с вашим конечным вопросом. Потому что конечный вопрос не является запросом на психотерапию. А вам она начнала. Вот. И работа со страхами. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...